Привет, друзья! Сегодня будет немного необычное видео, но я уверен, что оно вам понравится. Так что устраивайтесь поудобнее и поехали! Город Тампа, штат Флорида. Что это? Космический мусор, метеорит, природная аномалия или все же НЛО? Этот очень странный случай произошел в торговом центре. Камеры наблюдения засняли леопарда и собаку, разгуливающих по лестнице. Это случилось в прямом эфире новостей. Работники думали, что вещание уже закончилось, но нет. Это сбой в матрице или искусственный интеллект? Чтобы мыть окна на такой высоте, нужно быть бесстрашной. Девушка обладает скоростью реакции настоящего супергероя. Этот спортивный маскот показал идеальный фокус с исчезновением ассистентки. Если бы Кинг-Конг был настоящим, это выглядело бы именно так. Иногда шарики с подсветкой внутри могут ввести людей в заблуждение. Некоторые принимают их за летающие тарелки. Благодаря дронам, пролетающим над океанами, люди на пляже могут увидеть, что происходит в воде вблизи них. Что за яма посреди пустыни? Человек услышал странные звуки и что-то вроде руганий, исходящие из этой ямы. Если приглядеться, в глубине ямы, во тьме, можно увидеть чьи-то глаза. Очень неловкий и ставящий в тупик случай произошел на одной из заправочных станций в США. Топливо просто льется на землю. Река в Сибири стала свекольно-красной. Во всем виновата загрязнение отходами, а также высокая концентрация минералов в воде. И это напомнило о еще одном случае. Однажды в Португалии лопнуло два резервуара с красным вином, и это все полилось по улицам. Предположительно, это было снято в небе над Лас-Вегасом. Мужчина снимал грозу. Когда он просматривал отснятое, он увидел на кадрах что-то вроде летающей тарелки в небе. Может, это шаровая молния, отражение или все же настоящее НЛО. Издалека это кажется грудой маленьких камушков, но на самом деле это экскаватор, добывающий мрамор в Италии. Это действительно странный момент на дороге. Этот парень едет на байке так, словно он находится на танцполе в клубе. Ятрофа ядовитая обычно растет в теплом климате. Вам больше не нужно покупать мыльные пузыри, убедитесь сами. Это очень необычный способ выбрать себе новую одежду. Этот мужчина знает, как выйти сухим из воды. Даже собака понимает всю значимость ежедневных кардиотренировок. Кажется, этот автомобиль вовсе не водонепроницаемый. Это очень странный случай. Что там движется под землей? Протечка после проливных дождей создала много проблем. Кажется, ремонт дорого обойдется. Парень с видео разъезжает по Нью-Йорку на моноколесе на скорости 60-90 км в час. По-настоящему сумасшедший поступок. Плохая идея располагать аэропорт рядом с пляжем. Большинство отдыхающих регулярно испытывают неудобства. Моторы огромные, и вот что происходит при взлете. Эта кошка – лучшая помощница на свете. Эта огромная водная горка находится в Бразилии. Медведи не глупые, они знают, что люди дадут им еды. Смотрите сами. Это был славный теплый денек в Гонконге. Девушка делала фото мороженого, и вот что спустя секунду попало на камеры. Мужчина убегал от полиции. Зло осталось безнаказанным. Девушка убила двух зайцев одним выстрелом. Она нашла способ переместить паука с одежды на стол, и он съел докучающие насекомое. Это случай один на миллион. Из грузовика выпал ящик, и ехавший за ним трактор поспешил протянуть руку. Точнее, ковш помощи. Любопытно, ядовитая морская змея подплыла к людям. Говорят, во время брачного периода они часто приближаются к людям, так как путают их с добычей. Действительно ли это так? Очень необычный момент, виной которому матушка природа. Это явление можно спутать с каким-нибудь водным духом. Эту девушку на 100-метровый забег отправило правительство в знак уважения. Она соревновалась с профессиональными спортсменками, и вот что из этого вышло. Похоже, кто-то спутал автомойку с гоночным треком. Что-то и впрямь пошло не так, но, к счастью, никто не пострадал. Это особняк площадью 3700 квадратных метров на крыше небоскреба в Индии. Это одна из самых роскошных построек в городе Бангалор. Такие работники приводят мир в движение, ведь их рабочее место возвышается над землей более чем на 150 метров. Это 150-летнее тутовое дерево в Черногории думает, что оно в фонтан из 1990-х годов. Очень странно. Трюк на дороге пошел не по плану. Но повезло, что никто не пострадал. Раньше это было чем-то из мира фантастики, но теперь реактивные ранцы реальны. Выглядит как огромные бриллианты. Это алмазный пляж в Исландии. На самом деле это льдины на черном вулканическом песке, бывшем лавой. Утке удалось одурачить тигра. Он выглядит растерянным, не понимая, куда она делась. Это выглядит как огромный космический корабль, приземлившийся посреди города, но это лишь здание в виде сферы на курорте в Лас-Вегасе, покрытое светодиодными панелями. Изображения, выводимые на него, видны в радиусе нескольких километров. Похоже, он взял с собой телевизор на отдых, так как не мог пропустить матч. Он буквально катается на воде и смотрит телевизор. Это произошло в аэропорте Форт Лодердейл. Разумеется, никаких взлетов и посадок во время такого наводнения. Это случилось после выпадения осадка в более 500 миллиметров. Эта рыба выглядит так, словно ожившая картинка, но она реальна. Ни один другой вид не обладает таким красивым голубым окрасом. В штате Луизиана над водой образовалось сразу несколько воронок. Во время уборки в японском зоопарке тюлени захотели развлечься. Чешуя этой сказочной рыбы словно зеркальная. Только гляньте эти камешки, покрывающие поверхность воды. Это легкая пористая порода, поэтому они держатся на плаву. Камешки образуются вследствие быстрого охлаждения лавы и потери газа. Мадагаскарская бабочка, бычий глаз или павлиноглазка невероятно красива. Узоры на ее крыльях очень напоминают глаза. В Польше лягушка решила поиграться с человеком. Это выглядит забавно. Не волнуйтесь, лягушка не пострадала. Она сама возвращается к своему новому другу. Гнев на дороге мгновенно корректируется полицейским, который видел все. Этого глупого парня увозит полицейский, похожий на игрока НБА. Этот парень в конце концов должен будет купить этой девушке и себе новый телефон. Этот парень превысил скорость возле школьного автобуса на глазах полицейского. Этот парень чуть не подрезал полицейского под прикрытием, за что потом жестко поплатился. Этот нетерпеливый водитель нарушил закон, а затем встретил полицейского на другой стороне дороги. Этот парень устроил розыгрыш и потом его уронил этот крепкий стул. Этот рабочий в итоге помыл хулиганов, которые пытались приставать к нему. Этот малыш получил выговор от своего кота, которому не понравилось, что его бьют по морде. Эта девочка пытается потревожить спящего одноклассника и в итоге падает. Этот мужчина разозлился на собаку, но в итоге промахнулся и довольно сильно ударился о тротуар. Эта кошка напала после того, как ее обрызгали водой. Этот вор терпит неудачу, когда пытается убежать, а затем попадает в снежную ловушку. Разозлите голодную белку и вы, вероятно, получите прививку от бешенства. Этот водитель грузовика ехал к хвосте, чтобы не платить за проезд, но его резко остановили. Этот недовольный работник получил потолком по голове после того, как хлопнул дверью в офисе. Этот сосед получает снег за невнимательность. Овца замахивается и промахивается, а затем случайно ныряет в бассейн. Бьет эту кошку без причины, и теперь ему нужно новое лобовое стекло. Эта хамка приложилась лицом к земле после того, как наехала на соседа. Этот человек с метким выстрелом возвращает спрайт в машину. Пес кусает кошку за лапу, когда она пытается забрать у него палку. Этот мужчина паркуется, а затем входит прямо в эту дверь. Этот отвлекшийся участник дорожного движения подрезает авто, а затем врезается в другую машину. Глупая выходка привела к тому, что этот парень получил по голове телефоном. Пешеход, у которого проблемы с самообладанием, от злости врезается в этот столб. Эта женщина плюнула в ламу и вскоре пожалела об этом. В Шри-Ланке этот парень пытался украсть велосипед, но его настигла карма. Девушка украла эту посылку, а затем получила мгновенную карму, когда упала. Этот парень получил суровый урок. Этот человек упал со своего гидроцикла в воду, когда пытался намочить своего брата. Эта кошка пыталась забраться на кормушку для птиц, но промокла. Этот мотоциклист решил повыпендриваться и провалил свой трюк, после чего был оштрафован полицией. За этим водителем погналась полицейская машина после того, как он воспользовался аварийной полосой. Этот медведь забрался в вольер этой свиньи, не ожидая, что хрюшка даст отпор. Эта девушка попыталась столкнуть свою подругу на роликах в бассейн, но потерпела фиаско. Этот вор напал на пожилого человека, но не ожидал, что этот добрый самаритянин наложит на него мгновенную карму. Думаем, карма действует и на кошек. Этот воротарь бросил мяч в голову соперника, но это привело к голову в его ворота. Этот водитель разбил переднюю часть своего автомобиля, потому что не хотел оставаться перед птицами. Мгновенная карма для этой кошки. Этот человек пытался украсть бумажник, пока стоял в очереди и был сразу же пойман. Эта дама толкнула полицейского, после чего была быстро задержана. Эта маленькая девочка пыталась дразнить гориллу, и неожиданно животное делает в ответ это. Этот человек отказался войти в магазин в маске, и вот что с ним случилось после перепалки с персоналом. Словакия празднует победу над Польшей, танцуя под традиционную народную музыку. Интересно, как она умудрилась так сильно запутать свои волосы в расческе. Посмотрите, как она реагирует на новую стрижку. Вот что называется мгновенным сожалением. Ложка острого соуса. Абсолютно уверены, что он попробовал его в первый и последний раз в жизни. Он издевался над своей девушкой и... Вот так. Не волнуйтесь за него, он усвоил урок. Если вы водитель доставки, то собаки – это не единственное испытание. Петухи тоже могут доставлять вам неприятности. Этот петух дал понять, что ему не нравятся курьеры. Да, чувак, играть в гольф на морозе – не самая лучшая идея. Нужно быть хорошим пловцом, чтобы играть в эту игру. Вот что происходит, когда ты пытаешься исполнить румбу с аппаратурой для кино за 150 тысяч долларов. Эта визажистка стала фиолетовой, создавая этот креативный макияж. И она очень пожалела об этом, когда макияж не смылся. Эта курица выбрала действительно неподходящее время, чтобы вырваться из своей клетки. И теперь, когда наступило время обеда, она сожалеет о своем решении. Этой лодке суждено было утонуть. Вопрос был только в том, как далеко она заплывет. На что вообще идет бюджет для полиции? Не все животные дружелюбны. Редко, когда можно увидеть взрослого человека, за которым гонится ящерица. Неважно, сколько раз вы будете тренироваться, в конце концов, все равно что-то пойдет не так. Но даже в кино не бывает таких счастливых концов. Экзотические машины – это круто. И иметь домашнего медведя – это тоже очень здорово. Но домашний медведь, гуляющий возле спортивного автомобиля, это не очень здорово. Это означает, что у вас будет на одну машину меньше. Эти люди, да, их двое, решили, что устроить танцы посреди океана на ките – отличная идея. Но это не так. Виртуальная реальность всегда кажется более безопасным вариантом. Проблема лишь в том, что люди склонны забывать, что вокруг них разбросаны реальные вещи, которые они не могут увидеть. Порой новые видео в интернете вызывают много вопросов. Например, почему этот ребенок вылавливает змею из воды? Почему змеи словно играют в водную горку? Удачи вам в попытках разобраться в этом вопросе самостоятельно. Этот парень старается, чтобы все, кто сидел за ним, знали, какой он большой и сильный. И ему почти удалось. Пока не произошло это. Только посмотрите на его лицо. Он знает, что ее ему не побороть. Это кошка по команде делает стойку на руках. Словно этот маленький зайка такой «Что здесь творится?» Этот футбольный стадион раскачивается вместе с толпой. В прямом эфире собака была поймана за тем, что съела свежеприготовленный пирожок. Мы не виним его. Поставьте лайк, если вам тоже нравятся пирожки. Они же такие вкусные. Кстати, о прямом эфире. Во время этого прямого эфира попугай решил взять кое-что у ведущего новостей. Каково это принять ледяной холодный душ в 6 утра? Камера показывает, что этот официант обладает серьезными навыками спасения посуды. Этот коммерческий самолет и никакой взлетной полосы. На самом деле это большой радиоуправляемый самолет и похоже, что вокруг него находятся гиганты. Этот козел видит свое отражение. Страховые компании утверждают, что платят за самые странные случаи. Первый раунд. Технологии делают сцены из сериала «Мир дикого запада» и «Бегущие по лезвию» еще более реальными. Крыло этого самолета в момент взлета не является реальным, а вот крыло другого самолета точно настоящее. Этот странный момент, когда кто-то танцует в воде с этим крокодилом. Автоматический огнетушитель для свечей. Это транспортное средство ночью издалека похоже на Санту и его Сани. Странный питомец в реальной жизни. Посмотрите на эти очаровательные глаза. Они как блются. Кокосы в опасности. В зоопарке во время праздников оставили подарок для дикообразов. Интересно, что в коробке? Время завтрака, когда небольшое наводнение не действует никому на нервы. В Индии один человек утверждает, что читает быстрее всех в мире. Сотни дронов создают небесное шоу с участием Санта-Клауса. Издалека некоторые могут ошибочно принять эти беспилотники из-за огни НЛО. Мужчина держится за Бугатти стоимостью 4 миллиона долларов. Нереальная борьба. Сюрприз. Эти животные едят траву. Это для них нормально. Вот почему Санта-Клаусу лучше ходить по снегу. Разумеется, он был в порядке. Сначала это выглядело как нечто сверхъестественное. Это просто костюм. Санта где-то рядом. Кадры из реальной жизни, когда вороны захватили город Ланчжоу в Китае. Вода утекает по невидимому стоку. Хозяин дома решил порадовать курьера во время праздника, оставив вкусняшки. Когда кто-то едет не в ту сторону, но другие водители помогают ему. Перемотайте назад. Эта собака заметила пожар. А хозяева дома нет. Пес настолько умен, что догадался, как потушить огонь. Невероятно. Рыбалка на причале. Случайная корова пришла и решила искупаться. Это глюк в матрице у торгового автомата. День, когда кто-то незабываемо появился на работе. Буксировка перевернутой машины. Эта Тесла умудрилась застрять в мокром цементе. Некоторые люди не верят в полтергейстов. Кто тогда едет на этом скутере? У кого-то проблемы с окном. Эта кошка заметила птицу и решила поймать ее. Эта стойка с одеждой упала возле маленького магазина. Этот пародист Майкла Джексона никогда не забудет эту лунную походку. Что-то не так с этим поездом. Он пускает искры. Этот человек складывает эти газеты каждый день. Он был настолько сосредоточен, что думал, что стопка газет будет стоять у него за спиной. Странный момент, когда кто-то пытается прыгнуть, как Супер Марио. Камера сняла, как Марио и Луиджи посреди ночи делали странные вещи. Этот водитель автобуса избежал катастрофы. Рефлексы спасли его. Эта женщина всего лишь пыталась расслабиться на работе. Потом она, наверное, хорошо посмеялась. В следующий раз, когда вы окажетесь в пробке, просто вспомните это. Многокилометровая пробка. Этот парень на горнолыжном курорте использует все преимущества снега и въезжает в бар. Однажды кто-то ехал на машине, и гепард бежал по обочине дороги. Этот водитель хотел сэкономить время, доставляя посылку. Он вроде как смеется над собой, но кто за это заплатит? Эта обезьяна придумала, как очень быстро передвигаться. Этот рабочий хотел запихать этот мусор вниз, но ничего не вышло. Хорошо, что он в порядке. Этот фермер должен вложить деньги в новую шину. Странный момент, когда произошло это. Странный момент, когда кто-то понимает, что у него есть незваный пассажир. Лягушку отпустили, и она благополучно спрыгнула на обочину дороги. Этот сотрудник готовится выбросить этот мусор. Смотрите, какая техника. Цементовоз на боку. К счастью, он не упал. Зонтик на заднем дворе взлетает, как ракета. Этот мужчина устроил отличное представление, похожее на провал аферы со страховой компанией. Собака наслаждается горкой, построенной для бассейна. Хорошо, что она была рядом и успела вытащить собаку. Этот петух отрывается по полной. Он так избалован. Мы слышали, что хозяин массирует ему лапки. Этот трактор пытается вытащить с дороги сломанный грузовик. У вас когда-нибудь был такой день, когда вам казалось, что все идет не так? Кажется, здесь происходит именно это, но в прямом смысле этого слова. Держим пари. Он до сих пор не знает, как это сделал. Мы выгуливаем собак на поводке не просто так, а чтобы избежать подобные вещи. Надеемся, она успела вовремя это понять. Если вы думаете, что становитесь слишком самоуверенным, просто заведите детей. Они напомнят вам, кто здесь главный. Иногда нужно просто показать, кто здесь главный. Эта лошадь, должно быть, решила, что наездник ее слишком много контролирует. Поэтому показала ему, что он не прав. Придумав вот такое решение, но оно определенно сработало. Единственный минус сюрприза в том, что для их планирования нужны другие люди. Но есть один верный способ удивить. Просто оставьте дверь своей машины открытой. Никогда не знаешь, что может выскочить оттуда. Иногда, когда мы торопимся, это заставляет нас поступать так, как мы никогда бы не поступили. Ничто не может помешать этим парням пройти через эти ворота. Надеемся, куда бы они ни направлялись, это того стоило. Конечно, уборка этой кухни была бы нелегкой, но очистить ее после того, как повсюду разлилось масло, будет гораздо сложнее. Больше не всегда лучше. Эта гигантская Порше, наверное, казалась хорошей идеей. Но, думаем, она быстро поняла, почему это не так. Командная работа важнее, чем мы думаем. Конечно, мы всегда можем разбивать наши компьютеры каждый раз, когда проигрываем в игре, но тогда придется жить без денег и без друзей. Наверное, это должно было случиться. Ей просто повезло, что она никого не переехала. Для этих двух собак эта игра в пятнашке, кажется, будет продолжаться вечно. Что им действительно нужно, так это третий участник. В детстве складывание и опрокидывание домино было многочасовым развлечением. Когда вы становитесь старше, эти домино или полки ждут вас на работе. И это уже не так весело. Иногда, пытаясь исправить вещи, мы делаем хуже. Это не должно было закончиться такой огромной уборкой. С сегодняшними ценами на бензин стоит ли удивляться, что люди отказываются платить за парковку? Никто не любит отдавать свои ценные вещи незнакомцам. Думаем, это нормально. Потому что даже если вы думаете, что все в порядке, багаж может оказаться разбросанным по шоссе. Что касается плохих дней на работе, то не думаем, что они бывают хуже, чем этот. Может быть, ему следовало немного лучше закрепить оборудование, прежде чем выезжать на главную дорогу. Уверены? Теперь он усвоил урок. Вы должны знать свои пределы, но на это нужно время. Эти парни много раз выполняли эту работу, а пытающиеся им помочь женщина, к сожалению, нет. Для работы всегда нужно использовать правильное оборудование. Эти крошечные колеса не то, что нужно этому парню. Правда, он поздновато понял это. Кажется, некоторые вещи созданы для того, чтобы людям было плохо. Если не обращать внимания, эта стеклянная дверь станет легкой ловушкой, в которую можно попасть только через половик. Некоторые дни настолько скучны, что вы их даже не запоминаете. Но иногда случается нечто подобное. Они никак не ожидали, что это произойдет посреди обеденного перерыва. Улицы в пригороде могут быть очень скучными. Каждый день одно и то же. Но потом случается нечто подобное, и тогда все меняется. Жаль, что мы не можем увидеть, как он его поймал. Иногда природа любит напоминать, кто тут главный. Лед – довольно эффективный способ. Неважно, молот ты или стар, лед в конце концов добьется своего. По крайней мере, он полон решимости встать на ноги. Опасность стоится за каждым углом. Либо этот шлагбаум охватился за первую же возможность доставить неприятности. К счастью, ей удалось выпутаться. Не нужно быть суеверным, чтобы испугаться. Любой из нас испугался бы, если бы стул начал сам по себе двигаться. Даже кошка этого не ожидала. Работа на профессиональной кухне очень трудная, поэтому эти ребята выделяют время, чтобы немного развлечься. Мы все можем взять с них пример. Вещи могут пойти не так в каждой комнате вашего дома. Но хочется надеяться, что винного погреба это не касается. Даже если это дешевое вино, это все равно куча денег и огромная уборка. Даже собака переживает. Порой есть правильный путь и неправильный способ делать работу. Спросите любого, и все скажут, что это неправильный способ, даже если идет дождь. Животные могут быть очень умными, но они также делают глупые вещи. Например, зачем прыгать в открытую дверь, когда можно врезаться в капот машины? Она выглядит такой разочарованной. Животные всегда непонятны, но эта собака выводит это на новый уровень. Есть что-то приятное в том, когда удается добиться прогресса в трудной работе. Разгребание снега – это отличный способ испытать это чувство, пока снег снова не выпадет. Кто сказал, что вам нужно уехать из страны, чтобы отправиться в путешествие? Поскользнувшись на мокрой плитке, этот парень сделал все, что было в его силах, чтобы не упасть в пруд с кои. В итоге он искупался. Какая худшая вещь, которую вы роняли? Каким бы ни был ваш ответ, ему будет далеко до этого. Всегда думайте, прежде чем что-то делать. Даже если все, что вы делаете, это грузите ящики в грузовик. Если бы он подумал об этом, то понял бы, что толкает грузовик вниз по склону. Иногда самые милые животные – самые страшные. Не знаем, что пытался сделать этот человек, но утке это не понравилось. Он просто бесцельно бродил с огромным листом стекла. В конце концов, это должно было случиться. Когда эта дама пришла загружать грузовик, полный апельсинов, уверенно она рассчитывала, что все внутри будет идеально уложено. Выражение ее лица говорит само за себя. Было бы здорово, если бы мы могли заглянуть в будущее. Мы могли бы избежать все те маленькие ошибки, которые постоянно совершаем. Как в случае с этой работой, которая закончилась сломанным кофейным столиком. Мир полон жестоких сюрпризов. Этому парню и в голову не пришло, что он на своем велосипеде едет прямо в неприятности. Мы все были на его месте. Всегда будьте внимательны. Не позволяйте ничему стоять на вашем пути, как эта женщина. Она не собиралась просто стоять и ждать, поэтому поступила так, как поступил бы любой разумный человек. Ладно, берем свои слова обратно. Может быть, ярость на дороге – это не всегда хороший выход. Должно быть, они свернули не туда или что-то вроде того, потому что быстро сдали назад и уехали. Некоторые люди заслуживают именно то, что получают. Он знает, что не должен был вскрывать эту машину, но ему все равно. К счастью для владельца авто, современные стекла очень прочные. В наши дни, даже если вы думаете, что готовы ко всему, жизнь все равно может преподнести сюрприз. Просто прислать дикую свинью. Этого более чем достаточно, чтобы вызвать хаос. Наверное, никто не смог бы справиться с этой задачей лучше. Может быть, ножка стула была не самым лучшим местом для привязывания вашего золотистого ретривера, особенно когда он может так разволноваться. Он, наверное, хотел посидеть на полу? Сейчас обед, и этот парень решил сэкономить время и перенести вместе с едой стол. К сожалению, для него и его приятеля у столов есть ноги, поэтому обед улетел. Будем надеяться, что пол достаточно чист, чтобы на нем есть. Судя по технике, этот мужчина рыбачит в этом месте годами. А судя по его движениям, ему, вероятно, нужны очки. Вы знаете, что есть следователи, которые занимаются только автомобильными авариями? Это настоящая работа. Но даже эти профессионалы не справляются с этим делом. Он просто не видел шлагбаум или не знал, где тормоза. Непонятно. Вы можете не видеть потенциальную проблему, стоящую на своем пути. Но это не значит, что ее нет. Просто проблема не видна, как эта стеклянная дверь. Иногда полезно быть самим собой и не переживать, что думают другие. Этот учитель переживал. И посмотрите, что с ним стало. Надеемся, что с него не возьмут деньги за порчу стола или его самолюбие. Порой нелегко попрощаться, но всегда можно сделать еще хуже. Это только один из способов испортить хороший визит. Не думаем, что они приедут еще раз. В каждом городе есть проблемы с бродящими по улицам людьми. Выглядят они по-разному, в зависимости от места. Мы раньше никогда не видели, чтобы Страус кому-то угрожал. Наверное, это его квартал. Обычно в фильме про ограбление половина кино просто про планирование ограблений. И на это есть своя причина. Если ты идешь без плана, то закончишь как этот парень. Нет ни плана, ни навыков, только нож. Опасные животные могут напасть в любой момент. Но этот водитель сразу увидел пса и побежал от него. Мы не знаем, насколько опасен был этот пушистый шарик на самом деле. Но лучше не рисковать. Не знаем, почему этот глупый человек хотел пнуть безобидную птицу. Мы считаем, что он заслуживает большего. Ребенок получил отличный урок за то, что делал с другими, ударяя их картинги сзади. Лучше и быть не может, верно? Какая замечательная карма. Этот парень слегка изменил свое направление, чтобы подойти и ударить собаку и получил по заслугам. Этот розыгрыш с мостом обошелся женщине слишком дорого. Этот велосипедист получил мгновенную дозу кармы после того, как влился в поток машин и подрезал автомобиль. Думаем, что этому парню нужно еще немного потренироваться, чтобы продемонстрировать это умение. Этот папа решил подшутить над своими дочерьми. И это должно быть больно. Эта пара перегородила дорогу, чтобы припарковать свою машину. Этот человек наказал их. В следующий раз не пытайтесь понтоваться перед полицией. Иначе они вам покажут. Этот парень открыл мешок хлопка с помощью зажигалки. И этого было достаточно, чтобы вся куча загорелась. Этот человек не только переходил дорогу в неположенном месте, но и яростно смотрел на водителя, что привело к глупой ситуации. Вы получаете это, когда вы не очень терпеливый человек. Это то, что мы называем мгновенной кармой на дороге. Водителю BMW очень не хватало этого. Собаке надоела эта девушка, и она решила немного отомстить. Вот что получается, когда пытаешься быть самым умным, а на самом деле ты таким не являешься. Даже кошка была в шоке от его глупости. Кот пытался столкнуть другого кота в воду и получил мгновенное вознаграждение от кармы за это. Эти пьяные девицы вышли из-под контроля, и поэтому в дело вступили полицейские. Обезьяны знают, как отомстить своим врагам. Этот человек припарковал свою машину так, что заблокировал два места, и это было неприемлемо для этого парня. Это действительно очень неэтично, красть парковочное место, когда его ждет кто-то другой. Но не волнуйтесь, у вас есть решение для таких наглых водителей. Оба водителя не смотрели в зеркало заднего вида, что и привело к этому сумасшедшему столкновению. Когда мужчина был пойман за бросание мусора, карма решила его наказать. Эта назойливая девушка мешала всему ресторану, и тогда она получила эту удивительную реакцию. Он заплатил 50 тысяч долларов за то, что его выпустили из тюрьмы, и через 15 минут снова был арестован, когда замахнулся на журналиста. Этот пьяный парень очень старался, чтобы его арестовали. Вот так лук точно не проверяют. Просто подождите немного. Эта женщина заслуженно отомстила водителю фургона, который приставал к ней. Он был больше озабочен тем, чтобы ткнуть женщину, чем своей безопасностью. Парень был больше сосредоточен на другой камере, через которую велась видеосъемка, и поэтому своими руками уронил дрон в воду. Уверенный в следующий раз он возьмет открывалку, в любом случае сейчас ему нужен новый телефон. Вот что бывает, когда ты точно не знаешь, для чего нужно зеркало заднего вида. Вот что бывает, когда розыгрыш оборачивается против вас. Отличный урок для тех, кто не платит своим работникам вовремя. Они получают огромное удовольствие, разрушая свою работу. Кто ставит поднос с едой на мусорный бак? Этот владелец Тесла демонстрировал свой автомобиль во время движения с открытой дверью, за что и поплатился. Говорят, на каждое действие есть равная и противоположная реакция, и он действительно заслужил это. Эти сотрудники аэропорта выбросили забытую сумку пассажира в мусорку, а затем получили заслуженное увольнение. Вот врач, который выставил себя полным дураком, попытавшись дурацки пошутить над медсестрой. Это был не первый раз, когда этот дом посетил воришка посылок, так что хозяин дома вершит правосудие, быстрая, как прогулка по доске. Если оператор слишком занят, чтобы смеяться над вашим несчастьем, вы можете быть уверены, что он смотрит себе под ноги. А этот оператор эпичным образом падает. Эта машина решила преподать тому авто урок приемлемой парковки, а потом эта машина сделала то же самое, а потом эта машина сделала то же самое. Другими словами, карма сошла с ума. Этот парень подрезал автобус, и угадайте, что? Этот парень подрезал машину позади себя, а потом вселенная решила подрезать его. Никогда не нападай на гуся на его собственной территории или на отсутствие таковой. Нет ничего ниже, чем красть конфеты, особенно после такого падения. Эти парни, поливающие машины водой, являются отличным примером того, почему никогда не следует брать нож на перестрелку. Эта карма или дверной звонок обладает какими-то экстрасенсорными способностями. Когда случайный незнакомец напал на ее собаку, эта женщина решила наколдовать жидкую карму. Пугать друзей – это дорого. Вам нужно заплатить за мойку машины. Этот парень пошутил в Макдональдсе и попытался быстро скрыться, но не в том направлении. Нет необходимости говорить о том, что вы никогда не должны нападать на кого-то на дороге. Особенно не следует нападать на человека, управляющего экскаватором. Когда на плохие манеры приходится отвечать худшими манерами. Этот необычный дрон стоит 20 тысяч долларов, но из-за ошибки управления он полностью уничтожен. Неужели так сложно было догадаться, что здесь ведутся работы? Похоже, кто-то не получит свой подарок сегодня. Иногда поезд может сойти с рельс даже на маленькой скорости. Хорошо, что никто не пострадал. Кто-то не соблюдает технику безопасности и неправильно укладывает груз. Из-за него кому-то придется чинить свою машину. Думаю, не страшно разбить несколько бокалов, но вот целая стойка с десятками бутылок – это дорого. Часть крана упала с высоты с сорокового этажа, зацепив соседнее здание. Это буксир? Кажется, буксиры все же выглядят по-другому. Похоже, что погрузчик пронзил машину от края до края. Груз был плохо закреплен. В итоге все было разрушено. Тысяча литров пива просто пропали. Надеюсь, парень не сильно опьянел, пока решал эту проблему. Сначала уронил телефон, потом проехался по нему. Неудачный день. Владелец грузовика будет сильно удивлен. Не знаю, что тут произошло, но кому-то точно придется за это заплатить. Надеюсь, он усвоил урок, и больше это не повторится. Самолет не долетел до посадочной полосы и рухнул в воду. Шесть контейнеров не доберутся до суши. Вот это подача! У противников нет шансов. Похоже, понадобится некоторое время, чтобы все здесь высушить. Поразительно, чехол спас телефон от падения. А нет, подождите. Это правда так сложно следовать технике безопасности? Теперь придется вызывать пожарных. Интересно, как достичь такого уровня невозмутимости? Грузовик сломался так, будто он был игрушечный. Однако рабочая часть решила продолжить движение. Реакция водителя говорит сама за себя. При посадке лопасть вертолета зацепила столб. Похоже, следующий рейс придется отложить. Вот почему мама говорила не сидеть на подоконнике. Парень сломал радиатор и все затопил. Немного промахнулся и уничтожил кучу банок с краской. Когда решил немного улучшить рабочее место, но что-то пошло не так. Машина уже была в мастерской по какой-то причине, но теперь причин стало больше. Разгрузка явно пошла не по плану. А кто теперь будет вытаскивать кран, который пытался вытащить трактор? Интересно, было бы эффективнее разгружать меньше стекол, но зато избежать этого. Больно на это смотреть. Надеюсь, эту часть дороги отремонтируют. Кран не устоял под натиском сильного ветра. Такую подачу все точно запомнят. Кажется, рабочие не подумали о том, что как только машина перевернется, она покатится с холма и потащит за собой кран. Женщина добавила работы официантам и сделала свой кошелек немного тоньше. Инцидент в морском порту мог бы закончиться гораздо хуже, если бы конструкция не выдержала удар. Непредвиденная ситуация принесла ущерб на тысячи долларов. Кто-нибудь скажите ей? Такое не каждый день увидишь. Видеорегистратор заснял крушение самолета. Погрузка контейнеров на грузовой корабль в ветряный день – не лучшая идея. И вот почему. Кажется, парень испортил вечеринку для всех. Поворачивать на большой скорости опасно, особенно на грузовике. Отличный улов ускользает на глазах. Месть холодильнику. Теперь ему придется покупать новый. Его телефон быстрее всех попадет на первый этаж. Аварийную ситуацию можно создать из ниоткуда. Например, вот так. Самая дорогая авария в истории. Скопление спортивных автомобилей поражает. Тот самый момент, когда потратил десятки тысяч долларов на новую кухню. И теперь придется потратить еще больше, чтобы все переделать. Такая ошибка будет стоить кому-то работы и кучи денег. Думаю, никто не ожидал столько бесплатной выпивки на дороге. Спасибо за помощь, дружище. Отличный лайфхак, как исправить небольшой дефект на машине. Футболист хотел сделать предложение своей девушке прямо на поле. Но охранник очень ответственно делает свою работу. Думаю, девушка не заказывала пиццу. Его цель – убрать снег или раскидать его. Кто сказал, что строители – не творческие люди? Водитель решил передвинуть арку. Санта очень торопился принести праздник на остров, что не справился с прямохождением. Самый экспрессивный рабочий, которого я когда-либо видел. Муха залетела в рот репортеру прямо во время эфира. В некоторых случаях лучше не экономить на грузчиках. Он так старался. Наверное, перестарался. Строительная площадка, которую лучше обходить стороной. Стена не прошла краш-тест. Яхта чуть не перевернулась. Со всеми бывает, правда? Ты не ты, когда голоден. В прямом эфире может случиться все, что угодно. Даже это. Задел фонари, но хотя бы не застрял. Вот уж точно неудачно припарковался. Неприятная ситуация для водителя, но как же здорово, что другие водители остановились, чтобы ему помочь. На что он рассчитывал? Интересно, накажут ли потом водителя эвакуатора? Тот случай, когда технический транспорт необходимо спасать аварийным. Должно быть, это подпортило ей настроение. Странная ситуация. Девушка явно что-то не учла и поплатилась утонувшей машиной. У него почти получилось вернуться на борт. Почти. Похоже, он так торопился к воде, что даже забыл взять лодку. Интересно, как он объяснит это полиции? Парень так старательно забрасывал сеть, что и сам упал за борт. Этот титаник сумел затонуть даже без помощи айсберга. Капитан решил, что успеет проскочить, и обошлось почти без потерь. Кто-то забыл о ручнике и эпично врезался задом в лодку. Катер ВМС столкнулся с кораблем во время дня открытых дверей военно-морской базы. Небольшая лодка довольно эффектно застряла под большой баржей. Похоже, кто-то не вовремя отвлекся и нечаянно столкнулся с башней. Небольшое буксирное судно просто делало свою работу, пока корабль не скинул свой огромный якорь прямо на него. Еще один капитан спускал лодку на воду и утопил машину. К счастью, ему помогли вытащить водоплавающий джип. Эпичная швартовка в Санто-Доминго с разрушительными последствиями. Капитан узнал, что на такой скорости вода бьет словно бетон. Эти ребята на горьком опыте поняли, что оставлять за рулем долматинца небезопасно. Мужчина поймал огромную рыбу и потерял парочку друзей. Неравноценный обмен. Парень прошел воду, землю и огонь и идеально погрузил лодку на прицеп. Баржа врезалась в лодку, которая была пришвартована у причала. Гоночный катер не вписался в поворот и использовал яхту как трамплин. Яхта уничтожила несколько лодок. Интересно, во сколько ему это в итоге обошлось? Сухогруз врезался в катер береговой охраны, из-за чего катер перевернулся. Совершенно ослепительный катер чуть полностью не уничтожил парусную лодку. Работники точно не ожидали, что в их небольшую бухту врежется огромный корабль. Боюсь даже представить, отчего эта яхта такая грязная. Лодка на воздушной подушке сделала отличный прыжок с переворотом. Корабли очень старались избежать столкновения, но, видимо, это судьба. Если вы думаете, что вас уже ничем не удивить, то вот вам лодка, участвующая в автомобильной гонке. Типичный рабочий день фрилансера. Огромная барж задела одну из опор моста и в итоге полностью разрушила его. Парень решил выпустить свою яхту на свободу. Иногда столкновения могут быть безобидными и милыми. Грандиозное столкновение корабля и нескольких небольших лодок. Еще одно завораживающее зрелище. Корабль спускают на воду и образовавшаяся волна чуть не сносит буксир. Похоже, девушка не совсем понимает, что это не так работает. Если ваша вылазка на природу не похожа на эту, то можете нас не звать. Не понимаем, что этот мужчина пытается выразить через эти эмоции, но корабль точно застрял. Похоже, второго свидания у них не будет. Жутковатый пранк над близкими друзьями. Эти ребята тоже решили подшутить с помощью игрушечной головы крокодила. Паренек швартует лодки в своем стиле. Битва между лодкой и человеком, и человек побеждает. Всего несколько сантиметров отделяли его от падения в водопад, но все обошлось. Как сесть в лодку и не перевернуться? Никак. Не все могут повторить трюк Жан-Клод Ван Дамма. К сожалению, круизный лайнер Дисней не смог так же красиво пришвартоваться, как в мультике. Парень выбрал не лучшую погоду для морских прогулок, но разворачиваться было поздно. Обезумевшая лодка пошла в атаку. Яхта уносит течение, из-за чего она сталкивается с лодками. Взобраться на яхту с маленькой надувной лодки – это действительно сложно. Большое грузовое судно почти врезалось в пристань. Наглый морской лев забрался на яхту и съел всю пойманную рыбу. Люди пытались этому помешать, но все тщетно. Девушки как-то умудрились потерять мотор от лодки. Интересно, есть ли у них весла? Что может быть хуже, когда яхта застряла в скалах? Вот это! Проблемы с парковкой есть везде, не только на суше. Кто-то чуть не угробил целую пристань. Со всеми бывает, правда ведь? Яхта решила припарковаться прямо под мостом. Кажется, здесь она и останется. С помощью крана эта лодка отправилась в свое первое путешествие. Правда, вместе с этим же краном. Обычная проезжающая мимо машина. Ничего странного. И вот она, еще одна затонувшая машина. Не знаем, что крепче лодка или руки этого парня. За секунду можно превратить моторную лодку в обычную. Два морских льва нашли отличное место для отдыха. Кажется, теперь это их лодка. Пассажир надувной лодки точно не ожидал, что сегодня поймает себе ужин. Интересно, это знак, что их брак будет крепким или наоборот? Катер потерял капитана. Видимо, теперь он свободен. Им почти удалось проехать. Почти. Инструкция, как уничтожить мотор за несколько секунд. Мост решил сделать из парусной лодки обычную. Два человека в лодке и не грамма координации. Что может быть лучше вкусного ланча и захватывающего зрелища, как люди топят свою лодку? Капитан решил, что больше нет времени ждать. Срочно в путь! Люди совсем не ожидали, что все эти лодки одной мощной волной прибьет к берегу. Кажется, капитан яхты забыл учесть высоту мачты. Кто-нибудь скажите ему, что лодки надо швартовать возле пристани, а не на ней? В такую погоду лучше держаться от скал подальше, чтобы избежать таких ситуаций. Что ж, этот мужчина пустил лодку на воду и не утопил машину. Уже победа! Правда, он чуть не потерял лодку. Врезаться в единственный знак в воде – особое искусство. Либо этот мужчина был очень зол, либо он пират и пытался захватить чужую лодку. Они точно не ищут легких путей. Одно неверное движение, и машина окажется на дне озера. Но это определенно смело и забавно. Только мы не понимаем, что он вообще пытался сделать. Отличный способ пришвартоваться, и лодку привязывать не нужно. Такому капитану нужна лодка побольше. Зачем аккуратно перевозить лодку, правильно? Это слишком сложно. Когда за тобой гонятся, правила игры меняются. На крутом уклоне лодка отделилась от машины и направилась к морю, преодолевая все препятствия на своем пути. Команда уходит вместе с кораблем. Достойно. Неудачный денек у этого парня. Неудача на каждом шагу. Не хотел бы я оказаться на месте этих людей. Будьте благоразумны. Оставляйте ваши впечатления в комментариях. Подписывайтесь на канал, здесь много интересного. Пока.